Знакомьтесь, Марсель. Французский бульдог по породе, по характеру добряк. Этот пёс пережил непростое время. Жил под обстрелами в Луганской области и потерял родной дом. Подобрал его луганчанин и стал искать через соцсети хозяев для найдёныша. Там его впервые и увидела запорожанка Любовь Леонова. За желание забрать собаку созрело буквально моментально, в считанные секунды, только я увидела это сообщение. Я созвонилась с местным жителем, узнала с большим трудом его контактный телефон. Представилась хозяйка этого бульдожки и, в общем-то, выкупила. Найти новый дом для Марселя оказалось не так сложно, как к нему добраться. Через вражеские блокпосты собаку вывозили тайно. В середине декабря прошлого года Марсель вместе с запорожскими солдатами наконец-то прибыл в Запорожье. Это была издёрганная, нервная, худая, облезлая собака. И мне бойцы выходят, говорят, так это мы вам везли. Я говорю, ну мне, конечно. А один парень говорит, вы только его тушенкой не кормите. Он у нас все запасы съел. А это наша вторая героиня – Дуся. Кошка без породы, но с боевым характером. В своей новой семье живёт уже полгода. У нас ещё две кошки, которые тут её сложно принимали, потому что она себя вела как сепаратистка. Начала там всех бить, кусать, гонять. Кошку Юля передал через волонтёра в муж, который сейчас служит в зоне АТО. Дуся была его боевой подругой на блокпосту. Теперь вместе с Юлей ждёт его возвращения. Она сразу, вот он приходил, да, на ротацию 31 декабря, там на две недельки. И Дуся с ним только и спала. Вот это вот, да, преданность из землянки как-то сформировалась. Чаще всего животных из АТО забирают в свои семьи бойцы, говорит волонтёр Елена Ярошенко. Как раз накануне вечером она вернулась из зоны АТО с котёнком Ефросиньей. Теперь животное будет жить в семье запорожского миномётчика. Сейчас, так как весна, много щенков, много котят. Опять же, половина расходится по позициям, а каких-то самых дорогих они просят привезти именно сюда своим близким, родным. К украинским военным прибиваются много животных. Говорят, они умеют предупреждать об опасности. Чаще всего соседствуют с солдатами кошки и собаки. Но бывают и необычные случаи. В блокпостах, где жили мальчишки со Львова, у них на жердочке жил голубь. Даже до них жили мореночи. Очень много мальчишек, которые из мореночи, у них прям табличка была. И у них так огорожено, там у них курочки жили. Причём мореночи уехали, курочек не съела и забрала с собой. Волонтёров, которые бы занимались только вывозом животных из зоны АТО в Запорожье нет. Это скорее параллельная деятельность. Везут любимцев только когда для животного уже нашёлся хозяин.